Привет у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. До выхода новой линейки iPhone 12 остается около 6 месяцев. А в интернете информации про данные смартфоны уже настолько много, что большинство просто запутались. Некоторые источники часто публикуют фейковые сливы, ну чтобы собрать больше просмотров. Поэтому в данном видео я решил понятно и подробно рассказать про все достоверные утечки, которые касаются четырех смартфонов из линейки iPhone 12. Сегодня вы узнаете все, что нужно знать про данные новинки. Дизайн, характеристики, эксклюзивные функции и дата выхода. Выпуск будет максимально интересным, потому что в сеть попали 3D чертежи iPhone 12 Pro Max. И уже есть макеты этого устройства. Обязательно смотрите до конца, чтобы у вас не осталось никаких вопросов. Я провел огромную работу в поиске достоверной информации и с годами проверенных источников. Поэтому очень жду вашей поддержки бедилайка. Устраивайтесь поудобнее. 2020 год станет поистине значимым для компании Apple. Ведь в новой линейке iPhone будет целых 4 устройства. iPhone с экраном 5,4 дюйма, что немного меньше, чем экран iPhone 11 Pro Max. Будет смартфон с экраном 6,7 дюйма, что немного больше, чем iPhone 11 Pro Max. И также будет еще целых 2 телефона с дисплеем в 6,1 дюйма. Ну а пятым смартфоном можно считать новый iPhone SE, который уже, кстати, официально продается. Он и обзор на новинку уже есть на канале. И к слову, в прошлых видео про сливы мы совершенно правильно раскрыли все подробности про SE второго поколения. Итак, 4 iPhone 12 поделят на 2 категории. К премиум девайсам будут относиться iPhone с экраном 6,7 дюйма и 6,1 дюйма. У них будут OLED-дисплеи более высокого класса. А также 3 камеры с сенсором LiDAR в придачу. А вот смартфоны с экранами 5,4 дюйма и 6,1 дюйма будут относиться к базовой категории. То есть цена смартфонов будет дешевле, а крутых, но при этом не всем нужных фишек будет меньше. В новинках базового класса будут камеры на 2 объектива. Но при этом в этих более бюджетных версиях тоже появится OLED-дисплей, что очень и очень круто. Ведь такой дисплей потребляет намного меньше энергии. И наконец-то возможно появится Always-On-дисплей, которого мы очень долго ждем. В общем, я думаю, с линейкой мы наконец-то разобрались и все стало более-менее понятно. Как вам такой ход со стороны компании Apple? Как по мне, довольно интересно и необычно разбить линейку смартфонов на 2 категории, бюджетные и премиум. Ну а ваше мнение я жду в комментариях. Мне кажется, многие из вас уже выбрали какой-то из этих айфон и раздумывают о его покупке в будущем. Ну а чтобы быстро и без проблем перенести все данные со старого айфон на новый, я обычно использую программу Доктор Фон. Она есть как на Windows, так и на Mac и полностью заменяет глючный iTunes. Более того, в ней есть очень много фишек, которые iTunes даже не снились. Восстановление удаленных данных с айфон. Быстрый перенос только нужных песен, фильмов или других файлов. Без нудных синхронизаций. Еще можно сделать копию переписок из Viber или WhatsApp. Быстро сбросить пароль, если забыли его. И это только часть фишек данной очень полезной программы. Бесплатную версию можно скачать по ссылке в описании. Ее точно хватит, чтобы понять, нужен ли вам полный функционал за дополнительную плату. Доктор Фон точно выручит вас в нужный момент, поэтому установите на всякий случай. На данный момент нет точной информации по поводу названия новинок, но все аналитики говорят, что бюджетная линейка будет называться просто iPhone 12. А к премиум линейке у нас будут относиться iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Наконец-то дизайн, который не менялся с момента выхода iPhone 10, преобразится. Самый авторитетный и проверенный аналитик Минчи Коу, который еще ни разу не ошибался с прогнозами, говорит, что в новых iPhone будет дизайн, который похож на iPhone 4, с прямоугольной рамкой из нержавеющей стали, между двумя кусочками стекла. Коу считает, что Apple будет использовать в производстве сапфировое или закаленное стекло. Более детальные подробности дизайна раскрыли тоже очень авторитетные и проверенные инсайдеры. Это Макс Вайбнах и блогер EverythingApplePro. У них в руках оказалась 3D-модель самого большого премиум смартфона, iPhone 12 Pro Max. Модель сделана на основе CAD-чертежей. Утечка произошла на фабрике Foxconn. По словам инсайдеров, представленный на чертежах макет является на 70% завершенным. В частности, Apple утвердила форму корпуса, но дизайн лицевой поверхности не является на 100% утвержденным. То есть это слив прототипа, а не финального образца. Данная утечка подтверждает, что Apple выполнит полный редизайн iPhone 12 в стиле нового iPad Pro. У телефонов будут прямоугольные боковые грани и менее остро закругленные углы. EverythingApplePro распечатал модель 12 Pro Max на 3D-принтере и отметил, что за счет этого изменилась форма устройства. Тактильные ощущения от смартфона в руке станут другими. И такая форма вызывала у него только положительное впечатление. Ведь толщина iPhone 12 Pro Max составит 7,4 мм, что даже немного тоньше, чем iPhone 11 Pro Max. Тем не менее, выступ камеры станет немного толще. Он будет выступать из корпуса на 1,26 мм, что всего на 0,05 мм больше по сравнению с iPhone 11 Pro Max. На данном чертеже, который был слит, размер челки точно такой же, как и у нынешней линейки iPhone. И Вайбнах утверждает, что именно эти детали не были окончательно определены при создании данного чертежа. И возможно, последние утечки о том, что Apple сделает челку в 2 раза меньше, в конечном итоге окажутся правдой. А вот что Apple точно уменьшит, так это рамки по периметру экрана. Причем сразу на 40%. Рамки iPhone 12 Pro Max будут уменьшены с 2,5 мм до 1,5 мм. Все эти уменьшения толщины устройства и рамок только благодаря новой форме корпуса. Со старой формой такое инженерное чудо не прокатит. Какие же еще подробности дизайна 12 Pro Max рассказали нам слитые чертежи. У новинки точно будет четвертый сенсор камеры для сканера LiDAR. Также у камер будет немного увеличен диаметр линз, то есть сами линзы станут больше по размеру. На грани будут толстые линии антенны для 5G. Еще компания решила переместить лоток сим-карты на противоположную сторону устройства. И внимание, в смартфоне есть порт Smart Connector. Он теперь находится там, где раньше была сим-карта. Кнопка блокировки находится немного ниже, чем на iPhone 11 Pro Max. И это намного удобнее, учитывая, что 12 Pro Max станет немного выше 11 Pro Max. На правой боковой решетке динамика отверстия стали меньше, а сами динамики будут выдавать звук на 10-15% громче. И это круто, потому что раньше звук динамиков делали только качественнее, но при этом он не ставал громче. И также инсайдеры сказали, что могут появиться сразу несколько разных цветов. Такие как светло-синий, фиолетовый и светло-оранжевый. В придачу к ним еще появится темно-синий, который заменит собой зеленый цвет из iPhone 11 Pro. Я думаю, что учитывая столько расцветок, обоев для новых iPhone станет действительно очень много. Но если вы хотите обновить интерфейс прямо сейчас, то советую подписаться на мой телеграм-канал. Там вас уже ждут обои из новенького iPhone SE 2, а новые изображения появляются там регулярно. Точно так же, как и новости и полезные команды для Siri. Ссылка вас ждет под видео. Итак, друзья, теперь нам полностью известен дизайн самой прокаченной модели iPhone 12. Но что же там с другими? Тут, к сожалению, масштабных утечек пока не произошло. Ожидается, что высота младшей модели iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма будет где-то между высотой iPhone SE первого поколения и iPhone 8. Но сейчас на экране вы видите дизайн всей линейки iPhone 12 с учетом абсолютно всех утечек. Как вам такие устройства? Обязательно напишите в комментариях, какой бы из них купили. Ну а мы с вами переходим к характеристикам всех iPhone 12. Последние утечки от проверенных инсайдеров. Говорят, что TSMC уже начала производить 5-нанометровые чипы А14, которые Apple будет использовать в своей линейке iPhone 2020. Новые чипы будут меньше в размере, быстрее и более эффективно скажутся на времени работы батареи. По словам Bloomberg, чип А14 будет нацелен на ускорение работы искусственного интеллекта и AR-программ. Его получат все четыре смартфона. Ведущие аналитики говорят, что iPhone 12 Pro и Pro Max будут иметь 6 гигабайт оперативной памяти. В то время как две базовые модели iPhone 12 будут иметь 4 гигабайта оперативной памяти. Это подтвердили и UBS, также MacRumors. Надеюсь, такая разница в ОЗУ скажется на цене и базовая линейка реально будет доступной. А не как Apple умеет сказать, что это доступная линейка, а после выкатить ценник, который подходит для флагмана. Никакой точной информации по поводу аккумуляторов новинок нет. Однако у iPhone 2020 года может быть небольшое увеличение емкости батареи. Поскольку поставщики Apple работают над специальным модулем защиты батареи, который на 50% меньше и тоньше, чем тот же компонент в предыдущих iPhone. Это может освободить ценное пространство в iPhone. Да и учитывая, что Apple уменьшила толщину, поменяла форму корпуса, также уменьшила другие компоненты, можно быть уверенным, что с автономностью у смартфона все будет отлично. Либо как в случае с линейкой 2019 года, либо даже лучше. Утечки указывают на то, что некоторые из новых моделей iPhone, которые появятся в 2020 году, будут иметь 3D-камеру, которая похожа на функцию сканера LiDAR из iPad Pro 2020 года. Сканер LiDAR в iPad Pro использует отраженный свет для измерения расстояния от датчика до окружающих объектов на расстоянии до 5 метров. Он работает в помещении и на улице, и по существу способен наносить на карту окружающую среду вокруг вас, на уровне фотонов с наносекундной скоростью. 3D-камера в iPhone будет работать аналогично, если не идентично. До сих пор ходили слухи о том, что два более дорогих iPhone будут использовать новую заднюю камеру LiDAR, поэтому она может быть недоступна в более дешевых iPhone. iPhone 12 Pro Max получит технологию стабилизации изображения со сдвигом датчика, которая потенциально может обеспечить стабилизацию изображения для ультраширокого объектива на этих устройствах. Технология сдвига датчика позволяет применять оптическую стабилизацию изображения к датчику камеры, а не к отдельным объективам. Как я уже говорил ранее, премиум iPhone 12 будут с тройными объективами, которые станут больше в размере. Также в системе камер будет датчик LiDAR, ну а базовые iPhone 12 будут иметь камеры с двумя объективами. Другой информации по поводу задних камер пока что нет. Точной инфы по поводу фронтальных камер и датчиков TrueDepth на данный момент тоже нет. Известно, что в премиум линейке TrueDepth станет меньше, примерно в два раза, и соответственно монобровь тоже станет меньше. Apple рассматривает такой сценарий, но более точные утечки появятся немного позже. В 2020 году Apple планирует вернуться к модемным чипам Qualcomm вместо чипов Intel, используя технологию 5G Qualcomm в своих iPhone. Напомню, что раньше у этих компаний был какой-то суд, и наконец-то они смогли урегулировать свои конфликты. По словам аналитика Минчикова, всех ожидаемых iPhone 2020 года, будет использоваться технология 5G. Все четыре новинки будут оснащены модемным чипом X55 5G от Qualcomm. Это безусловно крутая технология, но только не для наших стран. У нас такого покрытия нет, и будет оно не очень скоро. Да что уж тут говорить, если у нас 3G не везде ловит, а в некоторых местах даже Edge не ловит. Поэтому очень надеюсь, что будет версия без 5G, которая будет дешевле. Ставь лайк, если согласен со мной. Но опять же, как я говорил раньше, на грани, которая соединяет дисплей и заднюю крышку, появится антенна, что-то в духе iPhone 4, только более в современном дизайне. Еще iPhone 20 года может поддерживать новый стандарт Wi-Fi. Его название на вашем экране, и он заменит собой прошлогодний. Он увеличивает пропускную способность в 4 раза, и добавляет до 4 потоков множественной перетачи. В общем, если говорить более понятным языком, Wi-Fi станет ловить лучше. Итак, мы подошли к дате релиза, и обычно тут я смело говорю, в начале сентября, и все. Но в этом году, учитывая ситуацию в мире и количество айфонов, все не так просто. В мартовском отчете японского сайта Miki, говорится, что Apple рассматривает возможность отложить запуск своих iPhone 20 года на несколько месяцев. Но информация от Bloomberg по-прежнему говорит о том, что модели iPhone 12 все еще находятся на пути к осеннему запуску. Но будущие продукты все же могут выйти с задержкой. Аналитик Джефф Пул полагает, что график разработки Apple, скорее всего, будет немного сдвинут. А это может привести к задержке доступности самой дорогой модели iPhone 12 Pro. В сентябре могут появиться только модели с экраном 5,4 дюйма, и две версии с экраном 6,1 дюйма. А затем выйдет iPhone 12 Pro Max в октябре. Я и дальше буду держать вас в курсе всех изменений в графике выхода, если они, конечно же, будут. На данный момент, понятное дело, что нет никакой точной стоимости устройств. Но, думаю, совсем скоро начнут появляться первые утечки по этому поводу. Чтобы не пропустить эти видео, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Друзья, надеюсь, теперь у вас есть четкое представление, какие айфоны стоит ждать в этом году. Их действительно много, а еще больше в интернете фейковой информации про эти устройства, которые мне пришлось перечитать, откинуть всю самую непроверенную и оставить для вас только достоверные утечки. Я проделал реально огромную работу и очень жду вашу поддержку в виде лайка. Также пишите в комментариях, как вам новый айфон, какую модель вы выбрали себе и какую стоимость на это устройство ждете. Обязательно дайте знать внизу. На самые интересные комментарии я, конечно же, отвечаю и ставлю лайки. Ну а я пошел делать для вас другие интересные видео. Думайте иначе, пока.